Всем большой привет! Работа перед вами. Постирано, отглажено, накручено. Не знаю, сколько тут штук французиков. В общем, во всей красе. Работу я закончила, как и захотела, перед Новым годом. И сейчас я поеду с ней в багетную мастерскую. Ну, а по поводу работы хочу сделать пару заметочек, обратить ваше внимание. Дело в том, что в прошлом видео я немножко оговорилась, показывая вам замену одной ниточки. И девушка одна, спасибо ей большое, обратила на это внимание. Тогда полную, правильную информацию я оставила под тем видео. Ну, а сейчас я скажу, что мне не хватило в этом наборе два номера ниточек. Номер Dimensions 17159 я его заменила на 827 номер DMC. Значит, эта ниточка идет в блендах, используется. И это идет где-то вот в области снега. И вторая ниточка, это 6945, это номер Dimensions. Я ее заменила на 945 номер DMC. Ну, так как я вам рассказывала, это вот эта часть крыши и лица у наших, я так понимаю, Дед Мороз и Снегурочка. Потому что уже видно по всей картине, что все встречают именно эту парочку. И собачка с кошечкой ждет. Теперь уже видно, кого они ждут. Повозка здесь тоже остановилась. И все внимание и приветствие вот этого дедули, да. Все внимание на въезжающих, на повозки Снегурочку Деда Мороза. Ну, я так вижу это. Это мои восприятия. Кто-то, может быть, видит там Сантус, Миссис Санта. Мои восприятия таковы. Ну, и, как вы видите, уже все в полном великолепии. И снежок падает. Причем снежок я выполняла, именно французики, я выполняла полностью по схеме. То есть я их не лепила, как хотела, да, а выполняла полностью. Каждый французик выискивала на схемке и делала его. И можете обратить внимание, что вот в этой части их немножечко меньше. И немножко меньше, вот где идет дорога, где идет снег. Ну, так задумал дизайнер. И мне кажется, это все-таки не зря было сделано. Еще хочу обратить внимание, что вот эти ветки, вот эти ветки, вот эти, да, я не выполняла просто обычный бэкстич. Я выполняла своим любимым стемп стич, так сказать, а-ля стемп стич, потому что здесь нечетко и так бы стежки, так сказать, равномерно. Я сейчас вам покажу, что я имею в виду. Видите, вот, я как бы делала возвращение сюда стежка и как бы накладывала. Потому что мне захотелось показать именно лежащий снег на ветках. Да, и если бы я просто делала бэкстич, мне кажется, такого эффекта вот не было. Ну, вот я вижу разницу, потому что делала до этого бэкстич. Точно так же и в другой стороне картины я точно так же делала тут стемп стич в две ниточки. И у меня получилась вот такая как бы накладка. Очень красиво смотрится этот эффект, мне очень нравится. И поговорим о паеточках. Да, паеточках мне всех хватило. Вот просто тютелька в тютельку. Ну, как будто так, не знаю, вот. Ну, вот хватило и все. Не знаю, почему так получилось. Очень здорово. Вот прям ни одной не осталось, все ушли. Остальные, то, что у меня были, остались и ушли в эту работу на этот домик. Сейчас покажу вам, как эти паеточки блестят. Вот я вам поворачиваю раму, смотрите. Видите? Ну, немного понятно, камера немного съедает. Она у нас любит съедать вот этот блеск. Ну, тем не менее, очень здорово смотрится. Очень хорошо. Мне все нравится. То есть, вы понимаете мои эмоции, что я в полном-полном восторге. Когда закончила ее, это была вообще глубокая ночь. Ну, правда, я еще французики тогда не накрутила. Я пошла это все стирать. Работа стала такая жутко-жутко темная. Вот, очень яркая, сочная. Но, тем не менее, я все выкладила, накрутила эти французики и очень довольна. Итак, работа перед вами, работа оформлена. И все мои эмоции сейчас будут слышны, как никогда. А почему? Потому что я безумно рада, я очень довольна. Я очень довольна, что работу закончила. Закончила ее перед Новым годом, оформила эту работу. Успела оформить. Спасибо тем людям, которые это сделали. По моим срокам, что это был срочный такой заказ. Вот солнышко немножко зашло, и так оно как-то, видите, немножко цвет поменяло. Сегодня у нас за несколько дней солнышко только начало появляться, потому что все эти деньки были такими пасмурными. И на самом деле работу я забрала еще два дня назад в багетной мастерской. Вот солнышко снова возвращается, и работа светлеет. Ну, в общем, давайте немножко вам расскажу. Вы видите, что оформила я работу вот в такой багет, похожий на морозное утро, или на морозный день, или мороз на стеклах. То есть рассматривайте, как вам нравится, как вам угодно. Мне еще этот багет напоминает, вот именно в этой работе напоминает пряник. Узоры на прянике, на ароматном вкусном прянике. С глазурью, да. Решила оформить эту работу с паспорту, и выбрала двойное паспорту. Внутреннее вот это серое паспорту, чтобы перекликалось с самой рамочкой. И сюда добавила вот такого цвета, достаточно такого яркого, свежего, цвета голубого паспорту. Прикладывала я вот в таких оттенках бархатное паспорту, но работа такая оказалась немножко как бы темноватой. Рама, да и сама работа мне, ну, мне очень нравится, и я тут даже не знаю, если кому-то не нравится, это ваши предпочтения. Мне очень нравится, и мне очень подходит к моему интерьеру эта работа. Я очень-очень довольна. Спасибо большое организатору проекта Алла Белочка. Спасибо вам всем, девочки, мальчики, кто поддерживал меня и в Инстаграм, и на Ютюбе своими комментариями. Спасибо вам большое, я вам очень благодарна. И хочется пожелать вам всем праздничного настроения, несмотря на погоду. У кого-то есть снег, у кого-то нет снега, у кого-то какие-то проблемы или ещё что-то. Давайте проводим этот год. Год был непростой. Я думаю, что год этот был непростой для всех. И встретим новый 2017 год такими светлыми ожиданиями, с поздравлениями друг к другу. Пожелаем друг другу здоровья, счастья, чтобы было всегда в доме нашем тепло, чтобы мы не болели все. Это главное в жизни. Всё, что там заработаем, не заработаем, это всё материально, так сказать, тленно. Главное — здоровье. И я вам от всей души желаю здоровья и мира в ваших домах. Всем вам большое спасибо за внимание, за просмотр. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин